В прошлом году японская Sony, известная как производитель бытовой электроники, неожиданно представила электромобиль под названием Vision S. Сразу же поползли кривотолки, будто фирма оценивает новые горизонты развития. Впрочем, сами японцы разработали только электронную начинку и программное обеспечение. То есть Show Car вроде бы выступил как объект для демонстрации возможностей инженеров и программистов. Позднее глава проекта Изуми Каванише подтвердил, что Vision S исключительно воплощение перспективных технологий и серийно выпускать электромобили под своей маркой Sony пока не планирует. Однако после выставки концепт передали австрийцам из Magna Steyr, что проектировали автомобильную часть машины. В итоге на протяжении нескольких месяцев партнеры готовили электрокар для публичных тестов на дорогах общего пользования. Эти испытания только что стартовали, о чем свидетельствует опубликованный японцами ролик. Пока они проходят только на родине Magna, в Австрии, но вскоре продолжатся и в других европейских регионах. И это очень любопытный факт. По всей видимости, из проекта Sony Vision S вырастет некий серийный электромобиль. Вопрос только, под какой маркой его выведут на рынок. Может быть Apple? С корейским кроссхэтчем Ioniq ясности больше. Напомним, что под этой маркой группа Hyundai хочет выпускать батарейные модели, притом первенец под названием Five, то бишь 5, предстанет перед публикой буквально через пару недель. Готовя премьеру, пресс-служба закинула несколько тизеров, которые подтверждают, Образ новинки построен вокруг ностальгических ретромотивов, заданных моделью Pony образца 1974 года. Также известно, что пятерка станет первой моделью, в основе которой лежит новейшая архитектура и GMP. В целом, тележка напоминает разработки конкурентов. Однако корейцы раньше других внедрили электромоторы и батареи нового поколения. И завершая тему инноваций, электронный гигант Panasonic представил проекционный дисплей дополненной реальности, использующий элементы искусственного интеллекта. Притом представители компании утверждают, что эта разработка непременно будет востребована автопромом. Так, система обучена выделять внезапно появляющиеся объекты, меняет подсказки навигации, если нужно притормозить или ускориться, уточняет, куда ехать на развязке, а также ищет свободные места для парковки. Удобная штука, ничего не скажешь.